Замечательная во всех отношениях Агитка вышла накануне в немецкой Handelsblatt. В ней автор, Изабель Вермке, воспевает дифферамбы партии зеленых и либералам из ВДП и призывает их совместными усилиями прижать к ногтю чуть ли не все автократии мира, имея в виду в первую очередь Россию и Китай. Самое интересное здесь то, что даже экономические интересы страны, а значит и простых немцев, отходят на второй план. В борьбе за соблюдение прав человека новая коалиция готова похоронить на морском дне уже достроенный Северный поток-2. Это возможно даже вопреки немецким экономическим интересам. Даже если закрыть глаза на моральные аспекты, экономика не может функционировать устойчиво с участием игроков, политика которых базируется на насилии, пишет Вермке. Буквально получаем следующее, нам плевать на собственную экономику, мы предпочитаем лезть в дела других государств. При этом она уверена, что большинство стран Евросоюза должны будут последовать примеру Германии, отринув собственные интересы. Больше мужества и меньше Мааса, пишет журналистка в заключении, намекая на нерешительную, по ее мнению, внешнюю политику Хайка Мааса. Что же, лозунги лозунгами, но охотников найдется немного. Даже самих немцев больше интересует, насколько тепло будет у них в домах этой зимой, чем происходящее в России и в далеком Китае. Своя рубашка ближе к телу. И мировая экономика в условиях капитализма скорее работает по этому принципу, чем по тому, который озвучивает автор статьи. Что касается СП-2, то он станет важным элементом в газотранспортной инфраструктуре Западной Европы и поможет стабилизировать газовый рынок. Защита прав человека — это важно. Но не тогда, когда она выступает лишь ширмой для прикрытия американских коммерческих интересов. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok